Девушки отдыхают Прямая трансляция из сумасшедшего дома Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции Ваша задача угадать какую На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя Имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром И свой контактный телефон Номер нашего автоответчика 946-21-80 Девушки отдыхают Девушки отдыхают Пожалуйста, сделайте погромче ваши радиоприемники Или придвиньтесь поближе и замрите Вот он Самый необъяснимый феномен в современном мире Существо, которое каждое утро просыпается в новом теле В новой роли и под новым именем Конечно же, это безумие, скажет кто-то Нет, это абсолютно нормально, скажет кто-то другой Нет, этот человек, несомненно, герой нашего времени Задумается третий И так, дамы и господа Впервые в истории шоу-бизнеса Легендарное лайв-шоу от создателей серебряной калоши Люди, смотрите, вот он Фрэнки Собственной персоной, вот я Фрэнки Я-ху! Шальной и прекрасный герой на все сто Эй, что с вами и с миром играет за просто Люди, смотрите, вот я Фрэнки Ваш шизофрэн, ваш мистер Ки Ваш мистер шизофрэн Ки Итак, добрый вечер, дамы и господа Я снова и снова рад приветствовать вас на виртуальной сцене Сильверрейн Радио Надеюсь, билеты сегодня были в меру дорогие Я вижу, что они все проданы Зал забит битком И я опять и опять горд тем, что могу открыть свое знаменитое Фрэнки-шоу Под ваши аплодисменты, естественно, и несмолкаемое улюлюканье Маэстро, будьте добры Итак, дамы и господа Как вы все знаете, над страной уже висит предгрозовая туча празднования десятилетия серебряного дождя Самого проницательного радио из всех существующих Есть, конечно же, более попсовые, более ритмичные, более наглые Но это самое близкое сердцу, самое умненькое, разумненькое То самое, у которого, в отличие от многих других, есть чувство юмора И зрелая способность улыбаться даже над собой А это, согласитесь, такая редкость в сегодняшнем мире Итак, дорогие мои Сегодня я планирую для вас грандиозное шоу в предвестии грандиозного праздника Но это, конечно же, не значит, что мы будем прыгать до потолка Напротив, мы устроим печальное шоу-шоу размышления В лучших традициях сумасшедшего в рамке Как обычно и бывает, в канун празднования такого срока жизни, как 10 лет Когда уже не хочется бравурности и эйфории Но хочется щеминки, теплоты и сердечности, глубины и объема И так как моя профессия, профессия профессионального сумасшедшего Превращать фантазию в реальность Я и постараюсь наполнить это предрожденное для мистера Сильвер Рейн Воскресенье сердечными вибрациями Итак, ваши аплодисменты, дамы и господа И те, кому не терпится разгадать мой сегодняшний ребус Прошу, как говорится, к столу кинем кости Итак, говоря о роли, в которой я проснулся сегодня утром Все специалисты сходятся в одном В том, что я дал новую жизнь так называемой музыке экстаза Музыке жизни и смерти, любви и ненависти, огня и льда Музыке, под которую с особым вожделением и подлинным пониманием Танцевали наши молодые дедушки и бабушки, мамы и папы И до сих пор с азартом танцуем мы, их дети Кто-то говорит, что я сделал для этого музыкального стиля То же, что Штраус для венского вальса А Дюк Эллингтон и Джордж Гершвин для джаза То есть взял народный исходник И поднял его до уровня высокого искусства Не расплескав ни капли энергетики, ни грамма эротики Кто я сегодня? Вот загадка Итак, дамы и господа, вы знаете, что делать Я жду ваших версий Шоу, как всегда, должно, как говорится, продолжаться И не может быть иначе Шоу тайм! Шоу тайм! Шоу тайм! Шоу тайм! Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, дамы и господа, вот он я, гуляющий по тёплым улочкам далёкого, слишком далёкого города. Города-призрака, дышащего легендарной экзотикой, страстью, мучительно испепеляющим одиночеством и чудовищной ностальгией. Многообещающее вступление, не правда ли? Маэстро, будьте добры, нарисуй океан, если сможете. Удивительно. Один взмах волшебной палочкой, и вот он. Грандиозный океан жизни. Итак, дамы и господа, представьте себе гигантский людской вихрь. Многомиллионный поток, в котором мелькают испанские, итальянские, французские, немецкие, польские, еврейские, русские, и вообще чёрт знает, какие лица, голоса и наречия. Все эти люди снялись с насиженных мест и в поисках лучшей доли отправились за океан. Вы видите это кино? Прекрасно. Их всех можно понять, счастье ведь всегда где-то там, не здесь, но там, где нас нет. И вот представьте себе, то есть вообразите, роскошное сне небо. Атлантический океан. На волнах качается судно-скотовоз, набитые людьми сверхмеры. А на верхней палубе, в уголке, измождённой морской болезнью, юный итальянец пишет письмо своему отцу. О, мама мия, ну не фрегань, еньте, папа, папа! Вокруг меня вторую неделю одни только волны, мой желудок ничего не принимает. Это так ужасно, это так не похоже на наши родные края, но, папа, квесте банана фиглио де бьена мадре! Когда я вспоминаю нашу с тобой мелодию, о, папа, ты помнишь ту самую? То мне кажется, что только она одна и держит меня в этом бесконечно качающемся мире. И вот в одно прекрасное утро все эти люди, каждый со своей мечтой и каждый со своей мелодией, достигли, наконец, желанных берегов. Естественно, никто их там не ждал, но было поздно, как говорится, каша была уже заварена. Нет, я не случайно рассказываю вам о всем этом, я рассказываю вам о своих родителях. А вместе с тем и о себе самом. Да, я всегда чувствовал себя вместилищем всех наций и характеров, всех рас и национальностей, всех народностей и вообще всех людей. Это очень странное чувство. Но с детских лет я ощущал его, и тем не менее, в этом своем теле я родился в семье бедных итальянских эмигрантов. 11 марта 1921 года в городке Мардельплата. В детстве жил со своими родителями, за которых принимал, как я уже сказал, всех людей вообще, а к трем годам был перевезен в Нью-Йорк. Город Ноев-Ковчег. Город всех народов, всех проблем, всех мифологий и всех утопий. Маэстро, замрите на секундочку, нужно дать нашим драгоценным слушателям время на размышления. Ваши версии, дамы и господа. Продолжение следует... 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 621-80 Здравствуйте, меня зовут Алексей. Да, Алексей. Астр Пиццоло. Астр Пиццоло. Великолепная версия. Спасибо. Здравствуйте, Франки. Вы сегодня в образе Франка Синатра. Франк Синатра. Еще более блистательная версия. К сожалению, я не помню его с Амирио. Интересно. Он погиб, по-моему, в аварийской катастрофе. Возможно. Возможно, не буду раскрывать пока тайну. Итак, дамы и господа, говорю просто и прямо. Сегодня музыкант-виртуоз на знаменитом аргентинском инструменте. Не скажу пока, каком. Ты мастер синтеза, народной традиции и джазовых ритмов. Еще проще? Маэстро, может быть, вы сможете сказать более понятным языком? А, понял. Подлабим парку, да? Итак, дамы и господа. Творческая родословная меня сегодняшнего тянется от так называемых аргентинских тангейрус. Высокопрофессиональных музыкантов, исполняющих музыку в ночных клубах и барах. Но время идет, все изменяется. Вот и я вырос, созрел. И стал писать то, подо что и танцевать-то, в общем-то, нельзя. Публика в полном недоумении. Зачем преуспевающему композитору и музыканту писать сложные и малопонятные пьесы? Их, конечно же, можно понять, но творца тоже нужно понять. Он же не может постоянно клонировать себя. Он должен развиваться и идти дальше, верно? Одним словом, зажатый непониманием со всех сторон, в 50-х годах я со своим оркестром вынужден уехать из страны в более свободную среду, где эксперимент приветствуется, то есть в Париж. Естественно. В Буэнос-Айресе пророков в своем отечестве. И тем не менее я продолжаю экспериментировать. Много гастролирую своим квинтетом. В 80-е годы уже изрядно постаревший и больной. Часто появляюсь на джазовых фестивалях в Монтрео и Лазанне. Играю с такими джазовыми музыкантами, как Джерри Молгал и Гэри Бертон. В 90-х годах мою музыку играют такие титаны, как Идон Крэмор, гиталист-алдемиолог, ларнетист Филл Вудс. Мои танго исполняют Пласида Добинго и Хосе Карерас. В пьесе включают в свои программы многочисленные поп-звезды. И вот Родина! Наконец с огромным скрипом все же начинает понимать, что я ее национальное достояние. В прессе настойчиво начинают появляться статьи о ее уникальном самородке. Появляются телепередачи и фильмы. Но поздно, ярый и беспросветно больной. Да, это странно и чудовищно несправедливо, но, вероятно, такова природа человеческого невежества. Казалось бы, много ли надо от Родины? Только маленькую крупицу доверия, ничтожную каплю аплодисментов от того безмерного океана славы, Который штормит сейчас, уже после моей смерти по всему миру. И хочется проорать всем вам во всем мире. Люди, дамы и господа! Не жалейте своих ладоней! Аплодируйте музыкантам, актерам, людям искусства их жизни так коротки! А они, как сказал когда-то незабвенный Гамлет, Краткая и, тем не менее, самая правдивая летопись времени. Шоу-тайм! 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 Продолжение следует... Здравствуйте, это Катерина. Да, Катерина. Я думаю, что это Глен Миллер. Глен Миллер, спасибо. Возможно, это Скорстрок? Скорстрок, спасибо. Дальше. Здравствуй, Фрэнк. Меня зовут Катя, я думаю, что это Карузо. Карузо! Великолепная версия. Итак, дамы и господа, я сегодня тот, кто начнет со страстного, энергичного танго, с игры в прокуренных танцевальных залах, потом займется классической музыкой и все для того, чтобы в последние годы жизни опять вернуться к истокам, к магическому, надрывному и вечно маняще-щемящему танго. Да, можно сколько угодно перечислять факты моей биографии, в каких городах и странах жил, как играл на бандонеоне аргентинской версии аккордеона в кабаках и на танцплощадках, каким фильмам, театральным постановкам и стихам Борхеса писал музыку, в каких оркестрах играл, какие получал премии, как давал концерты в сопровождении симфонических оркестров, как умирал тяжело, долго, от тромбоза мозговых сосудов, которым страдал с 90-го года. Но, собственно, все это важно ровно настолько, насколько вообще важны телевизионные новости и прогнозы погоды на завтра. А самое главное, конечно же, другое. То, что ассоциируется сегодня с моим именем. И это, конечно же, танго. Бешеная, всклокоченная, пульсирующая, подобно кровавым артериальным выплескам. Да, корни меня сегодняшнего уходят очень глубоко, туда, где выли, пили, плакали и плясали эмигранты из Европы и Африки, вместе с мелкими преступниками и сутенерами в бордели и бары, где от африканцев был взят ритм, от испанцев мотивы, а само слово от тангуэре. Страстно желать. Одним словом, прикосновение и ярость, страсть и судьба, опьение и похмелье, секс, драка и хриплая поножовщина, когда, опрокидывая рюмку текилы и заедая ее кусочком лимона, соль слизывали не с кулака, как сегодня, а с шеей, загнанной в мыло и уже не в заботящейся о красивости своих движений женщины. Вот оно, танго. Да, я всю жизнь свою бежал от него, от этого танца с запахом прогоревших насквозь сердец. Думал, что есть что-то более серьезное и масштабное. Искал этот масштаб в симфонической музыке, в джазе. Более десяти лет в своей жизни пишу все, кроме танго, сонаты, симфонии, концерты для фортепиано. И вот, как гласит легенда, в один прекрасный момент я сталкиваюсь с женщиной, которая, посмотрев мои творения, говорит, очень хорошо написано. Вот тут я вижу Стравинского, тут Бартака, тут Равеля. Но вас, дорогой мой, я нигде найти не могу. И в этот момент струйка холодного пота скатится по моей спине, и я неожиданно пойму, что истинный я только в танго. И я выкину всю другую музыку, которую сочинял в течение десяти лет, и вернусь в прокуренные танцевальные залы. Ну, мы все смотрим одно и то же кино. 946-21-80. 946-21-80. Субтитры сделал DimaTorzok Доктор наук кафедры сравнительной религии Университета Мусс, США Сегодня люди уже не хотят отождествлять свою жизнь с одной единственной ролью. Им нравится фантазировать и пробовать себя в новых ролях. Сумасшедший Фрэнки — это образ современного играющего мира. Глядя на игру Фрэнки, мы как бы смотримся в зеркало. Леди, леди и джентльмены, Силвер Рейн Радио с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Здравствуйте, меня зовут Валерия. Да, Валерия. Это Астер Пьетсоло. Астер Пьетсоло. Спасибо. Дальше. Может быть, Джорджио Марадёр. Джорджио Марадёр. Великолепная версия. Фаусто Папетти. Фаусто Папетти. Итак, леди и джентльмены, я сегодня тот, кто переписал, переизобрёл, пересотворил аргентинское танго. Маэстро, опрокиньте на нас ещё разок океан жизни, пожалуйста. Прекрасно. Итак, дамы и господа. Вся жизнь меня сегодняшнего это ни больше ни меньше, как мощное, трагичное и невероятно щемящее танго. Не потому, что я был пессимистичен, совсем нет. Я был довольно счастливым человеком, любил хорошее вино, вкусную еду, красивых женщин, любил жизнь. И у моей музыки не было и нет причин быть грустной. Но она грустна, потому что это танго. В этой музыке нет пессимизма, но есть возвышающий и так глубоко трогающий нас всех драматизм, верно? Итак, сегодня я композитор и музыкант, принесший невероятную славу своей обожаемой родине, прекрасной Аргентине, но по иронии судьбы, признанной ею самой только в самые последние месяцы жизни. Да, я вернулся в свой родной город, овеянный мировой славой и почестями, и стал даже его почетным гражданином, национальным достоянием города, который сорок лет назад вышвырнул меня, как прокаженного, за свои стены, расценив мои эксперименты, как покушение на одну из своих самых неприкосновенных святынь тронтера. Но все течет, все изменяется, колышется на волнах, переливается и раскаляется жаркими аргентинскими ночами докрасно и затем снова остывает на ветру магической только в Буэнос-Айресе такие зари. С улицы по-прежнему доносится знакомый шум жизни, крики женщин и детей. И вдруг из какого-то окна раздается танго. Вы слышите? Моё жестоко ласковое бездонное и в котором так много любви танго. И всё замирает на мгновение. И вдруг, как в годы моей молодости, откуда ни возьмись прямо из пустоты, возникают пугающие и взъерошенные фигуры молодых голодных волчат, которые дерзко и вызывающе спотыкаясь осенкопы и хрипло напевая щемящую грубую и обалденно красивую мелодию начинают пульсировать по мостовой под стук и перестук кованых каблучков. Вы видите эту картину? И вот среди них возникает женщина. Да-да, та самая лучшая из всех. И это уже агрессивно-петушинное танго втроём, в пятером, в десятером. Танец битва, танец война, танец схватка. Нет, вы видите? Вы видите это потрясающее чудовищное зрелище? И вот он, блеск ножей, кровь и стон, и этот ужасающе ужасный ужас убийства это и есть моё танго. Танец любви и ненависти, жизни и смерти, огня и льда. Танец моего ужасного и так горячо любимого города. Шоу-та! 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 Юр-ти! Юр-ти! Да, драку есть Юр-ти! Итак, дамы и господа, пришло время торжественного продолжения призёра. Внимание, звонков было 112! Это один из рекордов. Из них 64 правильных и вот голос самого первого, который поступил в банк звонков в 20 часов 21 минуту. Не так уж и рано, так что было время подумать. Итак, внимание, слушаем автоответчик. Здрасте! 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 Алло, Фрэнки! Да! Это Марина! Да, Марина! Я уже позвонила и сказала, что это от Туркицова, только я от волнения сказал неправильный телефон. У меня 113... Ну вот сейчас я постараюсь заглушить телефон. Я тебя люблю. Спасибо! Итак, Астар Пьетцова! Великий тангейзер и революционер национального дизайна Бунас Айреса. Конечно же, первый, кто произнёс имя Астар Пьетцова абсолютно прав. Итак, дамы и господа, вот я набираю номер нашего победителя. Вот он должен быть, судя по всему, уже на связи. Алло! Алло! Алло, Марина! Да, Фрэнки, здравствуй! Мои поздравления с выигрышем. Традиционный вопрос, что навело на моё сегодняшнее имя? Ну, на самом деле, в самом начале, когда ещё был анонс, что страус сделал для вальса, вот, и слово сексуальность, вот, потому что нет больше ни одного танца в мире, кроме танго, который был бы сексуальным. То есть именно сексуальность стала ключом к пониманию сегодняшнего имени моего, да? Ну, да. Любите танго? Да, очень. У меня сестра очень хорошо танцует. Сами танцуете? Я, ну, нет, пока не могу мужа своего уговорить. Окей. Вот. Фрэнки, я тебя поздравляю, наконец появилось солнце, я надеюсь, что уже началась весна, я тебя так люблю, ты супер, ты нереальный, и, я не знаю, там, выходил бы ты каждый день в эфир, очень трудно дожить до воскресенья. Спасибо за добрые слова. Итак, дорогая Марина, думаю, что ты уже знаешь прекрасно, что получаешь в качестве приз за сегодняшнюю игру диск с десятью лучшими программами Фрэнки Шоу за 2004 год. Это уникальная коллекция моих воскресных вакханалий. А сейчас ваши аплодисменты, господа. Смотрите, вот он я, словно высеченный из камня. Сижу, склонившись над своим малюсеньким бандонеоном, мои глаза закрыты, и я смотрю глубоко внутрь, туда, где вращается вихрь танца катастрофы, танца крови, вихрь моего ошеломительного и такого взрывоопасного танго мистер Астер Пьяцова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Санкт-Петербург 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 Санкт-Петербург